Глава десятая Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ, «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» Иисус, возрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, славе Твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». И Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано?» И услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы меня прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Продолжение следует...